И снова всех приветствую. В предыдущем видео на канале рассказал о том, что приобрел экшн-камеру UI4K, а также записал несколько тестовых роликов. Кому интересно, посмотрите это видео по ссылке в описании под данным роликом. Так вот, камера у меня оказалась только на китайском языке. Это была не интернациональная версия, я это знал и заранее был готов к тому, что ее придется самостоятельно перепрошить, то есть обновить у нее программное обеспечение. И в этом видео я как раз хочу показать, как это делается. Перепрошивать камеру я буду с помощью компьютера на Windows. Камера у меня уже подключена через USB к компьютеру. И давайте приступим к перепрошивке. Для начала нам нужно открыть официальный сайт компании UI. Открываем браузер, в нем поисковик и вбиваем UI Official Site, то есть официальный сайт компании UI. Далее переходим по ссылке UI Technology.com и далее в пункте меню Support выбираем подменю с прошивками. Открывается страница и в левой части выбираем раздел Action. Далее находим интересующую нас модель. Напомню, модель у нас UI 4K. В серийном номере у нас только один пункт меню, а версию прошивки поставим последнюю. Это будет 1.8.9. Далее нажимаем на кнопку скачать и скачивается программное обеспечение объемом примерно 53 мегабайта. Вот в левой нижней части это видно. Пока скачивается программное обеспечение, можно обратить внимание на серийный номер, который расположен на данном рисунке, а также сравнить с тем, что можно посмотреть непосредственно самой камере. Серийный номер действительно начинается на Z16, как изначально сайт и предлагал. Также здесь есть подсказка, как обновить программное обеспечение. Если нажать на нее, можно немножко детальнее прочитать, как это делается. Итак, что же нам нужно сделать? Скаченное программное обеспечение мы должны поместить в корневую папку SD-карты нашей камеры, а затем поменять номинование файла прошивки на firmware.bin, а затем включить камеру и следовать всплывающие подсказки на экране камеры. При этом важно заранее убедиться, что камера подключена к источнику питания, либо заряд батареи у камеры больше, чем 50%. Итак, программное обеспечение для камеры у нас уже скачалось. Давайте закинем его на SD-карточку и далее проделаем то, что я сейчас зачитал. Итак, копируем скачанный файл на SD-карточку. Возвращаемся на сайт, копируем вот это наименование и заменяем наименование файла прошивки. Просто копируем сюда название с сайта и стираем лишнее слово BIN, а также лишнюю точку. В принципе, все. Теперь нужно будет запускать камеру и давайте переключимся на нее. Итак, я отключаю USB-кабель от камеры к компьютеру и включаю камеру. Если вы видите точно такое же окно на своей камере, подключите к камере внешний источник питания. Заряд батареи у вас меньше 50%. Я не стал заряжать аккумулятор камеры, а подключил ее к пауэрбанку. Теперь на камеру идет внешнее питание, которое позволит нам обновить программное обеспечение. Теперь у нас доступна опция для подтверждения обновления программного обеспечения. Нажимаем ее и ждем, пока ПО-камера обновится. ПО-камера Камера включилась. Мы видим логотип и английский язык. Так, походу еще раз нужно камере перезагрузиться. Делает она это самостоятельно. Я ничего не нажимал, как видите. И опять мы видим логотип, экран приветствия, а также небольшое обучение. Здесь же показывают, какие карты памяти желательно использовать для камеры, что можно использовать приложения для iOS устройств, а также устройств на Android, чтобы управлять данной камерой. Далее можно выбрать язык, но я пока оставлю английский. И далее можно задать частоту для Wi-Fi. Оставим ее по умолчанию. И наконец далее появляется сообщение о том, что наслаждайтесь своей камерой. А также сообщение об успешном обновлении программного обеспечения до версии 1.8.9. Напомню, что изначально у нас была версия 1.3.4. И в завершении камера предлагает отформатировать SD-карточку. Форматировать карту я сейчас не буду, так как на камере у меня есть нужные видеоролики. В левом верхнем углу написано, что якобы SD-карта не установлена в камеру, но это потому, что мы не стали ее форматировать. Отформатировать SD-карту нужно обязательно, но я это сделаю только после того, как скопирую записанные файлы с камеры на компьютер. Итак, давайте зайдем в настройки. Вы видите, что у нас здесь все на английском языке. Напомню, что раньше был только китайский язык. И давайте еще раз убедимся в версии программного обеспечения, который мы только что установили в камеру. Вот наша текущая версия прошивки камеры, и она соответствует той, которой мы скачивали с сайта. На этом процесс обновления программного обеспечения камеры UI 4K завершен. Надеюсь, это видео было вам полезно. Ссылки на продавцов данной камеры, если вам это интересно, вы можете посмотреть в описании под данным роликом. Всем спасибо за просмотр и счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!